Когда у человека пытаются отжать бумажник, он всегда сначала ищет справедливости, а потом хорошего дантиста. А когда у Майка Тайсона хотели забрать победу, искали другую профессию, ведь с боксом приходилось завязать. Приветствую вас, крушащие кулаки улиток! С вами Федорович, а в этом видео я, как муравей, пытающийся стащить кусок шашлыка у пьяных туристов, попытаюсь показать вам лучшие нокауты самого известного боксера в мире, Майка Тайсона, которого некоторые считают лучшим во все времена, а некоторые называют мешкобоем и недостойным человеком. А кто он для вас, можете написать в комменты, но после просмотра этого видео. Безобыкновенных людей не бывает великих, а в боксе подавно. 20 июня 1985 года, Атлантик Сити, соперник Рикардо Спайн, у которого всего один бой и одна победа, но и Майк Начинающий Проспект, который провел всего три боя, правда все выиграл нокаутом, поэтому все ожидали очередной расправы. И она пришла в виде молниеносного левого сбоку, который мало кто смог разглядеть за 40 секунд до конца первого раунда. Рога быстрее всего вырастают на лысой голове, а после ударов Майка в нокаут падали одинаково быстро, и лысые, и потлатые. 13 ноября 1985 года, Ромада Хьюстон-Отель, противник Майка Эдди Ричардсон. На момент боя Тайсон уже успел набить 10 поединков, закончив все нокаутом. При этом у Ричардсона был рекорд из 10 побед и 2 поражений, и в него, конечно, мало кто верил. Поэтому зрители, пришедшие посмотреть на мясорубку, не спешили открывать пивас, и уж точно не стоило доставать семки. На второй минуте боя все было сделано левым крюком, который войдет в историю. Без предмета нет и тени, а без проигравших нет победителей. 6 сентября 1986 года, Лас-Вегас, соперник Альфонсо Ратлиф с рекордом в 21 победу и 3 поражения. Это был хороший боксер с серьезным рекордом, у которого была отличная антропометрия, которая давала ему преимущество над Тайсоном. Вот только одна беда, как раз таки Майку об этом сказать забыли. С первых секунд боя железный Майк бросился на Альфонсо, как Кинг-Конг на Годзиллу с бензовозом в руке, нанося жесточайшие удары и гоняя его по всему рингу. Но Ратлиф парень непростой и первый раунд он продержался, а вот второй не смог, в середине которого разящие кулаки Майка настигли бедную голову Альфонсо. Эксперт – это человек, который просто сделал больше ошибок, чем вы, но не сдался. А чемпион – это мужик, который вставал после каждого падения, даже тогда, когда все сдавались. 11 июля 1986 года. Нью-Йорк. Соперник Лоренцо Бойт с рекордом в 15 побед и 5 поражений. Тем временем у железяки в мешке уже 24 победы, 22 из которых нокаутом. В целом зрители увидели неплохой бой, но от Лоренцо мало кто ожидал чудо, хоть боец он и неплохой. Но чудо показал именно Майк в середине второго раунда. Исполнив свою коронную связку правой рукой, зарядив боковой в корпус, глядя на который уже перехватывает дыхание, и добавив апперкот, от которого можно вернуться в детство. Причем навсегда. Зонтик нужно брать раньше, чем промокнешь, а думать, против кого ты боксируешь, до того, как попадешь к врачу. 11 января 1986 года. Нью-Йорк. Соперник Дэвид Джако, у которого за плечами 24 боя, 19 из которых он выиграл. У молодого Майка уже нехилый рекорд из 15 побед без поражений. И глядя на этого долговязого снежка, Железный точно не собирался долго задерживаться в ринге. За первую минуту первого раунда Дэвид трижды побывал в нокдауне, но нужно отдать ему должное. Он каждый раз вставал. Хоть бой закончился правилом трех нокдаунам в одном раунде. Алмаз не будет обладать блеском драгоценного камня, если его не отшлифовать. А боец не станет чемпионом, если не закалит характер. 16 июня 1990 года Лас-Вегас соперник Генри Тилман, олимпийский чемпион, с профи-рекордом в 20 побед и 4 поражения. Это был первый бой Тайсона после первого поражения в карьере Дагласу и потери всех поясов. Поэтому он жаждал мести и хотел доказать всем, что еще рано списывать его со счетов, несмотря на развод, судебные тяжбы и загулы. И ему это удалось, уже в конце первого раунда отправив Генри в жесткий нокаут, даже несмотря на то, что удар прилетел в лоб. Самые лучшие пастухи пасут своих баранов с помощью новостей по телевизору, а самые лучшие бойцы решают кто пастух, а кто баран с помощью жестких ударов. 18 марта 1991 года, Лас-Вегас. Соперник Донован Радак. На то время этот парень считался лучшим тяжеловесом, а их бой анонсировался как встреча самых жестких ребят. Кстати, победитель этого боя должен был встретиться с победителем боя Холифилд Форман. Этот бой полностью оправдал ожидания фанов, которые наблюдали за бескомпромиссной и жесточайшей рубкой двух титанов. Хотя и без скандала не обошлось. Донован побывал в нокдауне во втором и в третьем раундах, а в седьмом Майк всадил ему серию из шести ударов, парочку из которых очень жестко зашли. После чего Радак повис на канатах, но не упал. Но для рефери это было сигналом, и он остановил бой. После чего в ринге начался замес секундантов по поводу такого решения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, а в комментах напишите, за сколько секунд вы бы уделали Тайсона, даже не вставая с дивана. А если вам понравится это видео, то я обязательно сделаю вторую часть. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пикак! Алло, спокойно, спокойно. Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Вот так! Два! Да! Кладбрака одна, да? За дистанциями. Короче, я вот что делаю? Хлоту вырываю, ключицы, эта ключица вывиваю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий силь Атака слева, атака справа Это называется лепить Наши упражнения, секретный комплекс упражнений по левитации Старайтесь эти упражнения, значит не светить нигде Жарики солнечные Ставим Какой идиот будет вот так вот на раз идти Нет, вот так я набегу, да? Вот я стою на дистанции Успевайте Успевайте Успели? Хоть один раз здесь Ничего не успевайте, это лепить Ничего не успевайте, это лепить Ничего не успевайте, это лепить